А татья всякого пятнати, так записано в двинской уставной грамоте конца 14 века. Татья в переводе со старославянского это преступник. В старину их пятнали по-разному, кого-то калечили, а кого-то клеймили. Так преступников делали отличными от остальных граждан. Сегодня, конечно же, все более гуманно. Преступников не клеймят и не калечат, а фиксируют в специальных базах учета, работу которых обеспечивают сотрудники Федерального казенного учреждения Главный информационно-аналитический центр МВД России, в гости которого мы сегодня с вами и отправимся. Главный информационно-аналитический центр является головным подразделением МВД России, отвечающим за работу Единой системы информационно-аналитического обеспечения ведомства. Центр состоит из девяти подразделений, которые взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. Умело оперируя современными технологиями, сотрудники центра могут раскрывать преступления, не выходя из кабинета. Основная их задача – вовремя предоставлять оперативным подразделениям качественную информацию, необходимую в их служебных деятельности. Ирина Антоновна, с чего все началось? Для чего вообще нужны информационные подразделения МВД России? Мы же знаем, что преступления и преступники, наверное, во все времена существовали, поскольку это природа человеческая такова. И учет их еще начался с древних времен. Преступников стали клеймить. Сначала это было каленым железом, как и в Европе, так и в России. Там достаточно болезненная процедура. Постепенно перешли к татуировкам. Я читал, что раскаленным железом делали рану, и потом туда втирали какое-то вещество. И вот это клеймо, его практически невозможно было... Ну, так же, как и татуировка современная тоже. Ее только специальным средством нужно свести. То есть это и есть, да, клеймение. Причем клеймение, оно в России было отменено только уже в 19 веке. Преступникам всех мастей ставили клеймо прямо на лице, чтобы люди понимали сразу, с кем имеют дело. Для этого с помощью специального фигурного штемпеля делали рану в форме буквы, соответствующей проступку. В нее втирался порох. Позже его заменили индиго, тушь, охра или чернила. Избавиться от такой отметины было практически невозможно. Так похитители чужого имущества становились обладателями заметной татуировки в виде слова «вор», буквы которого располагались на лбу и на щеках. А дополнять эту картину могли вырванные ноздри или отрезанные уши. Как пришли к тому, что вот клеймо уже не нужно? Да потому что создали учет и стали учитывать преступников в книгах, в журналах, потом картотеки. То есть получается, это связано прямо с паспортизацией населения и с какими-то другими преобразованиями, которые в Российской империи тогда происходили? Конечно. В конце 19 века в Европе и России довольно успешно применялся антропометрический метод идентификации преступников, основанный на измерениях частей тела. Однако метод имел свои недостатки, и в начале 20 века ему на смену пришла дектилоскопия. Структура отпечатка пальца, она имеет уникальный характер, и вероятность того, что повторится у двух людей, один и тот же отпечаток практически близка к нулю. Эта система была принята на вооружение и полиции, и европейской, и российской, и используется очень успешно и до сих пор. В 1917 году первое, что сделали, когда была революция, значит, преступники разорили все картотеки. То есть все было разрушено, уничтожно, сожжено. Картотеки остались в Москве. Ну вот пример картотечного учета в конце XIX века. Емельюков, Лазарев, Распутин Григорий. Кто у нас еще здесь есть? Жугашевили. Ну это да, Коба. Владимир Маяковский есть, тоже состоял на учете. То есть такая полка замечательных людей у вас есть? Ну практически да. Из отпечатков пальцев составлялись дактилокарты. Была разработана целая система кодификации дактилокарты. Дактилокарты раскладывались по дактилоформулам, что позволяло осуществлять поиск в картотеках по отпечаткам пальцев. К 70-м годам прошлого века число накопленных дактилокарт составляло десятки миллионов. В системе МВД используется централизованная, интегрированная, автоматизированная дактилоскопическая информационная система. МВД России, которая позволяет в своей базе данных осуществлять хранение сразу двух дактилоскопических объектов. Это дактилоскопическая карта и следы рук смеси не раскрытых преступлений. Массив базы данных центрального комплекса состоит из более чем 78 миллионов дактилоскопических карт и более 500 тысяч следов рук смеси не раскрытых преступлений. Понимая всю важность информационной составляющей, руководством ведомства в 1970 году был начат процесс автоматизации работы с учетами. Тогда же был подписан приказ о создании в структуре МВД СССР главного информационного центра. 2020 год стал для него юбилейным, 9 ноября центру исполняется 50 лет. За это время накоплены колоссальные массивы информации, созданы интегрированные банки данных, внедрены в практику автоматизированной системы обработки статистической, оперативно-разыскной и иной информации. С формированием в МВД России единого информационного пространства в названии центра появляется аналитическая составляющая. Как произошла автоматизация вот этих всех баз, которые хранились дамы, почему к этому пришли в итоге? В 1970 годах централизованы были большие массивы учетов разнообразных. Это лицо, это преступления, это вещи номерные, это федеральный розыск, неопознанные трупы и так далее. То есть очень много учетов и именно автоматизация позволяет сотрудникам оперативных подразделений вот сейчас в режиме реального времени делать запросы, получить полную информацию, необходимую для раскрытия преступления. Начиная вот от установления личности человека, методов совершения преступления и так далее. На чем он, на каком транспорте совершил, проверить машину, пробить все. Вот эти все нюансы. То есть это только благодаря автоматизации. Дмитрий Юрьевич, слово «аналитика» в названии Главного информационно-аналитического центра когда появилось и что это обозначало? Аналитика появилась в начале 2000-х годов. Связано это с тем, что ГИАЦ не только накапливает информацию, но и заниматься ее анализом. То есть это анализ, в первую очередь, криминальной информации, которую накапливал ГИАЦ. И, соответственно, слово появилось и до сих пор оно присутствует. Этим видом деятельности ГИАЦ продолжает успешно заниматься. Ирина Вячеславовна, насколько я понимаю, центр криминальной информации находится на передовой. В чем заключается основная задача вашего подразделения? Мы занимаемся опознанием, то есть так называемый централизованный учет лиц, пропавших без вести, лиц, не способных по состоянию здоровья или возраста сообщить данные о себе, о своей личности, а также неопознанных трупов. То есть мы делаем сверки, отрабатываем запросы, которые присылает нам оперативное подразделение. Сейчас мы проводим, как бы первостепенная такая у нас задача, мы проводим сверку неизвестных больных, то есть тех, которые настоят на учете. У нас есть наш учет, который мы видим по опознавательным картам, и есть у нас еще, на который мы очень опираемся, это опознание БД-подсистемы, опознание биометрической идентификации. Есть вот случаи совпадения, потому что мы загружаем фотоизображение, соответственно, как я уже говорила, прогоняем их по информационным массивам. Миревич, модное слово нейронные сети, как вы их используете? Как эта технология вам помогает решать свои задачи? В настоящее время нейронные сети мы используем в первую очередь для распознавания лиц. Это так называемая область компьютер-вижн, либо компьютерного зрения. То есть нейронные сети используются для детекции лица на фотографии, для построения биометрического шаблона. То есть лицо человека преобразуется в последствия цифр, и за счет сравнивания построенных биометрических шаблонов мы можем выявлять похожих лиц на фотографиях или в толпе, в видеопотоке. У нас есть собственная разработка, опытная эксплуатация этой разработки показала уже результаты. Есть раскрытые преступления, установлены лица, находящиеся в розыске, неопознанные трупы. Соответственно, используем в полной мере. С чего все начинается? Начинается у нас с загрузки фотоизображений. То есть у нас с опознавательной карты сканируется фотоизображение и загружается непосредственно в нашу персональную машину. Опознавательная карта, фотоизображение. То есть изображение проходит в первичную обработку в соответствии с какой-то базой данных? Это уже загружено в систему? Конечно, конечно. То есть вот у нас есть образ, вот эти информационные массивы. Вот информационные массивы, по которым мы можем проверить вот это изображение, фотоизображение. Собственно, это интеллицирование? Да, да, да. Вот, видите как? Вот он у нас наше лицо, и вот непосредственно. То есть у него есть фамилия. Мне кажется, он похож. Работа с большими данными применительно к вашему функционалу – это что? Как это работает? Большие данные, понятие связано с тем массивом информации, которые, грубо говоря, невозможно проанализировать на вашем ноутбуке. И невозможно просто осмыслить, ну, простому человеку. То есть это огромный массив информации, которые используются продвинутыми средствами, в первую очередь с использованием методов машинного обучения. То есть мы скармливаем огромный массив информации о машине, применяя к ней определенные алгоритмы. И мы сможем прогнозировать развитие оперативной обстановки на различном уровне – на региональном, на федеральном. Можем сопоставлять информацию, то, для которой не подходят различные методы традиционной, скажем так, статистического анализа информации. Можем на основе совокупности признаков, содержащихся в первичной информации, также прогнозировать определенные моменты, связанные с тенденцией. Можем выявлять схожие между собой преступления, когда обычным образом мы не получим тот же самый результат. Работу интегрированных информационных систем обеспечивает Центр обработки данных, в котором реализована инвариативность инфраструктуры для выполнения различных прикладных задач, а также возможность внедрения единой централизованной системы управления сетью и сетевой безопасностью. Андрей Александрович, насколько я понимаю, здесь находится часть информации, которая владеет ГИАЦ МВД России? Совершенно верно. Так как в наших информационных системах применяется героспределенная архитектура, часть информации находится непосредственно на площадке ФКУ ГИАЦ МВД России. А какие-то облачные технологии у вас используются, потому что невозможно в этом носить данные хранить, грубо говоря, в железе? Да, без облачной технологии невозможно представить себе современный центр обработки данных. Потому что используется огромное количество выщетной техники. Эта выщетная техника, какая она была бы надежной, она все равно выходит из строя. Поэтому в обработке информации задействованы сотни серверов. Как обеспечивается надежное хранение информации? Ну, современные технологии, которые в том числе применены и в нашей системе, позволяют обеспечивать полную надежность хранения данных. Это достигается в первую очередь непосредственно дублированием информации на самих программно-технических комплексах, применением геораспределенной системы хранения данных. И кроме того, сами средства СОД осуществляют автоматическое резервное копирование на роботизированные ленточные библиотеки. И облачная технология нам позволяет очень быстро развертывать необходимые мощности. То есть мы просто, грубо говоря, щелкаем мышкой в браузере и через несколько секунд получаем уже преднастроенные сервера, на которых происходит обработка информации. Выделяется необходимое блочное устройство, то есть это, грубо говоря, жесткий диск, только огромного размера, на котором с быстрой скоростью происходит обработка информации. Для этого используются десятки стоек, в которых установлены сервера. И, соответственно, конечно, поддержание всего этого комплекса требует значительных ресурсов, в том числе и людских, и необходимой квалификации у специалистов. А оперативность доступа к информации, она как обеспечивается? Она обеспечивается, в первую очередь, каналами связи, вычислительными мощностями и соответствующими алгоритмами. Например, вот распознавание лица сейчас одного на таком гигантском объеме информации, который я озвучил, занимает менее секунды. Дмитрий Ильич, вот вопрос по поводу специалистов. Кого вы себе берете на работу? Откуда эти люди приходят и где обучаются? Ну, подготовкой технических специалистов в области IT у нас занимаются два ведомственных высших учебных заведений. Это Воронежский институт МВД и Московский институт МВД имени Кипеца. Там готовы специалистов по работе с оптимизированными системами и специалистов в области защиты информации. Кроме того, у нас работает большое число выпускников гражданских вузов, то есть любой специалист, который закончил гражданский вуз по информационным технологиям, он может прийти и устроиться на работу в Министерстве внутренних дел. Ну, соответственно, он подает, заполняет по себе анкетные данные, они рассматриваются, постоянно с здоровьем подходят, он поступает к нам на службу. Илья, расскажи, чем сейчас занимаешься? Сейчас занимаюсь сопровождением системы, подсистемы МВД по познанию генетерической идентификации. Разработана она группой программистов Центрального вычислительного центра. В вашей деятельности важна какая-то коллективная составляющая? Безусловно, это командная работа. Вообще, ваш центр делает программные продукты с нуля или пользуется уже тем, что существует? Программные продукты разрабатываются с нуля на основе открытых библиотек, также наработок предыдущих разработчиков, которые работали и также работают в ЯЦе. То есть, по сути, МВД разрабатывает свои программы и продукты, не пользуясь никакими пришедшими из меня? Да, конечно. Вот что касается программных продуктов. Они у вас все отечественные или вы заимствуетесь? Мы используем программы продукты с открытым исходным кодом, а также отечественные программы исключения, включенные в реестр программ для ИВМ. Ну и это позволяет нам не зависеть от коммерческих разработчиков, либо же мы стараемся развивать, соответственно, российских разработчиков таким образом. Из новинок могу что сказать. То есть, мы разработали две подсистемы. Это вот опознание биометрической идентификации, которая используется для распознавания, про которую я уже говорил. Это собственная разработка. Да, это собственная разработка. И вторая подсистема дистанционного мошенничества для выявления преступлений, совершаемых дистанционным способом. На обе этих разработки были получены свидетельства регистрации программы для ИВМ. Их выдает Роспатент. Правообладатель МВД России. Разработчики — это сотрудники ЕАРС. Официально эти подсистемы введены в эксплуатацию распоряжения инвестиций министра. И сейчас используются сотрудники по всей России. Илья, такой вопрос жизненный. Что значит быть программистом в погонах? Ну, эта профессия обязует быть творческим человеком. В принципе, необходимо использовать новые технологии, искусственного интеллекта, машинное обучение, компьютер-вижн. Есть какое-то чувство сопричатности к большому общему делу? Да, конечно. Потому что этими программными продуктами, которые ты разрабатываешь, пользуется большое количество людей. При помощи их раскрывается множество преступлений. Безусловно, это приятно. Спортом занимаешься? Да, занимаюсь. МС, КМС? МС по спортивной гимнастике. То есть мы сейчас фактически рубим стереотип о том, что программисты – это некие субтильные личности, которые привязаны к своему компьютерному столу и больше ничего в жизни не видят? Ну, в органах многих дел, наверное, да. Одним из важнейших направлений деятельности Центра является работа с архивной информацией и оказание в данном ключе государственных услуг населения. Сотрудники Центрального архива МВД России являются хранителями сведений не только ведомственного, но и государственного значения. Друзья, сейчас мы находимся в самом сердце Центрального архива Министерства внутренних дел Российской Федерации. Здесь собран огромный массив информации и в том числе дела, которые до сих пор не подлежат рассекречиванию по каким-либо причинам. Но кое-что мы вам все-таки покажем. Алина Полина, с чем связаны основные деятельности сотрудников архива? С чем вы занимаетесь? Наша основная задача – это предоставление своевременной качества анархивной информации как руководству министерства, так и заинтересованным подразделениям. Наша история очень богатая. Нам 155 лет 2 июля исполнилось Центральному архиву МВД России. И вот все, что находится в государственных архивах, в Государственном архиве Российской Федерации, в Российском государственном военном архиве, то есть там, где есть наша часть, то наши сотрудники, мои коллеги, принимают участие в рассекречении в составе экспертных групп. Если человек считает, что он или его родственники являются жертвой политической депрессии, то он может к нам обратиться? Да, проводится такая очень большая поисковая работа, и мы сообщаем, куда можно обратиться уже за тем, чтобы именно в том месте оказали государственную услугу. Как обратиться? Он пишет заявление. Пишет заявление в произвольной форме, где указывает все, что он знает, все, что он помнит. Чем подробнее? Да, тем нам проще. Дело в том, что вообще источником для поиска какой-либо информации для нас, для архивистов, является заявление. И чем оно подробнее? За что можно зацепиться? Куда можно потом обратиться? Может быть, в какой-то государственный архив? Может быть, в ведомственный архив? Дело в том, что вот так уж история сложилась, что передавались материалы одного ведомства в другое ведомство, в государственные архивы. Затем нельзя забывать, что была война. Очень много документов было утрачено. Это, насколько я понимаю, архивное дело одного из репрессированных? Ну да, и был арестован за то, что при обыске была обнаружена фотография офицерской семьи. Какая информация в этом деле содержится? Ну, как правило. Ну, здесь и биографические данные всевозможного рода. То есть это все оригинал? Да, это все оригиналы. Кстати, об оригиналах. Это дело фальшеманитчика. В те времена тоже были фальшеманитчики. Это я уже у нас поднимаю по уголовности. Да, видите, какие совершенно замечательные. Раньше были почерки. Да, что удивительно. Даже чернил не выяснили. Действительно, все читаемо. Да. Это условия хранения. Вот Фельгс Эдмург Сдержинский. Оригинал подписи. Вот, пожалуйста. Ну да. Эти материалы уже представляют историческую ценность. Как видите, работа важная, работа нужная и даже интересная. А для того, чтобы документы были в целости и сохранности, обеспечивается соответствующий температурно-влажностный режим и пожарная безопасность с помощью самого современного оборудования. В наши дни своевременная и объективная информация лишь в основе всех управленческих решений. Цифровая революция требует от органов внутренних дел быть всегда на шаг впереди преступности. Сотрудники информационно-аналитического центра МВД России делают для этого все возможное, адаптируя современные технологии к повседневной деятельности МВД. По сути, ГИАДС МВД России – это большая современная IT-компания, которая централизует и интегрирует данные для того, чтобы имеющийся информационный ресурс ежедневно работал во благо интересов граждан.